МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже в десятый юбилейный раз в столичном районе Кристины в парке Лёвенру прошел фестиваль для всей семьи «Венецианский карнавал в Таллине». Приветствую вас от управы Кристины. Да, это традиционное мероприятие здесь уже. И в десятый раз у нас карнавал Венеция в Кристине. И парк Лёвенру – это как маленькая Венеция. Праздник «Венецианский карнавал в Таллине» появился благодаря большой любви к карнавальной культуре и венецианским маскам Вадима Анцупова, известного теле- и радиоведущего. В свое время Вадим съездил в Венецию на карнавал в качестве участника. И с самой первой поездки был поражен увиденной красотой. Вадим хотел показать эту красоту карнавала жителям Таллина. Он венецианский, потому что у нас есть некие требования к костюму. И это все-таки венецианский карнавал. В мире много карнавалов есть. И бразильский, и кельнский карнавал, и нью-орлеанский карнавал. Но у нас именно специализация, скажем так, это венецианский карнавал. Почему он произошел? Потому что мне очень нравится сама Венеция, венецианский карнавал. Я сам постоянно участник венецианских карнавалов. И мне хотелось привнести красоту, да, показать людям, как это все происходит в Венеции. Но не все могут выехать в Венецию, поэтому Венеция, в данном случае карнавальная, приехала сюда. К нам в Таллинн, в район Кристины, в парк Левенру. Так возникла идея провести фестиваль «Венецианский карнавал». И в 2011 году, когда Таллинн стал культурной столицей Европы, идею карнавала удалось реализовать. Первый карнавал был очень сложен в организационном плане. Я никогда не делал таких массовых мероприятий. И очень сложно было сделать, вот, как бы, столкнуть это колесо с места, чтобы люди стали делать костюмы. Маски ведь у нас, чего греха таить. В Эстонии в шкафах у людей не висят карнавальные костюмы. Нету культуры карнавала, к сожалению, в Эстонии. Поэтому это было самое сложное, да, запустить этот механизм. Но с каждым годом маховик раскручивается, раскручивается. Я вижу, что все больше и больше людей принимают участие активное, да, и как раз создают те самые костюмы, ради которых мы, собственно говоря, все это и затеваем, чтобы люди могли творчески себя проявить, как-то вырваться из этой вот рутины нашей серой, почувствовать себя в какой-то новой роли, немножко театральности привнести. Поэтому вот я думаю, что это самое главное отличие от первого карнавала до десятого карнавала. Кстати, все эти годы вход на праздник для зрителей был всегда свободный. Ну, сколько я понял, со стороны организаторов желание проводить карнавал и дальше есть, оно никуда не ушло. Город, в свою очередь, конечно же, готов поддерживать проведение этого карнавала и дальше. Мы видим, насколько высок интерес к данному мероприятию, к данной традиции. Мы будем надеяться, что никакие вирусы, никакие прочие катаклизмы нам не помешают провести его и в следующий год. Неслучайно местом проведения мероприятия был выбран парк Лёвенру. Уж очень он похож на Венецию в миниатюре. Здесь есть канал, несколько каменных мостов и статуя льва. Лев Святого Марка является гербовым животным и геральдическим символом Венецианской Республики. В XVIII веке на территории нынешнего столичного парка Лёвенру находилась усадьба вице-губернатора Эстляндии Фридриха фон Левена. Позднее перешедшая в собственность Фридриха фон Розена, откуда и второе название этого места – Росна. Парк появился в XVIII веке, потому что барон Фридрих фон Левен имел эту свою усадьбу. Удивительно, и сегодня мы можем наблюдать, в XXI веке можем наблюдать костюмы XVIII столетия. Почему же? Потому что уже десятый год здесь проходят мероприятия под названием Венецианский фестиваль. Позже здесь находились различные хозяйственные производства, и лишь в XIX веке это место стало парком отдыха. Тогда-то здесь и появились привезенные из Германии статуи львов. К настоящему времени уцелел лишь один из них. Елизавета Петровна на карнавале, приехавшая в Таллин для того, чтобы посетить свою резиденцию и проверить, все ли в порядке. В 1993 году парк Левенру был взят под охрану государством, которое значительно облагородило это место, и с тех пор парк стал излюбленным местом отдыха окрестных жителей Таллина. ПОДПИШИСЬ! 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 Конкурс дефиле карнавальных костюмов – это ключевое событие фестиваля. В конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от места проживания и возраста. Надо лишь пройти предварительную регистрацию на сайте карнавала и обязательно наличие маски в конкурсном образе. Я приехал из Риги, и я приезжаю сюда уже пятый год подряд, и этот образ на самом деле давно готов. Сюда просто добавлены некоторые детали, а так этот костюм был готов очень давно. Особенно приветствуются как традиционные венецианские карнавальные костюмы, так и фэнтезийные или же костюмы различных исторических эпох. Даже если вы не принимаете участие в конкурсе дефиле, организаторы конкурса во главе с Вадимом Анцуповым всегда приглашают гостей карнавала проявить свое творческое начало, продемонстрировать необычные костюмы, маски и поддержать карнавальное настроение в парке. Я не знаю, кто под какой маской скрывается, кто под каким костюмом скрывается, поэтому очень сложно как-то выявить, кто у нас ветеран, а кто не ветеран. Я думаю, что все, кто принимает участие, достойны и аплодисментов, и признания зрителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, молодец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда, 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 на свинейере. Сюда, 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 на свинейере. Сюда, 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 на свинейере. Сюда, 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 на свинейере. Жюри же оценивает зарегистрированных участников конкурса дефиле в шести номинациях. Гран-при «Лучший карнавальный образ», «Лучшая карнавальная маска», «Лучший исторический костюм», «Самый оригинальный костюм», «Лучший карнавальный костюм детский», «Лучший карнавальный костюм эксперимент». Создание оригинального карнавального костюма требует полета фантазии и кропотливого труда. По словам Вадима Анцупова, организатора «Венецианского карнавала» в Таллине, на создание одного карнавального образа может уйти несколько месяцев. Важно продумать свой образ до мелочей. Но для участников карнавала все эти затраты и усилия окупаются радостью участия в долгожданном празднике. Ребят, над костюмами мы работали долго, иногда целый год приходится шить, искать какие-то ткани, красивые идеи, стараться, переделывать. Бывает, что материалов нет, заказывать в других странах. И вот в конце концов получается что-то, а иногда не получается. Я участвую в карнавале уже где-то 7 лет. Изначально с первого практически дня участвую. Костюмы готовлю сама, сама придумываю образы, сама их делаю, шью и показываю людям. Радую людей, чтобы им было хорошее настроение. Вадим Анцупов всегда приглашает меня на карнавал, потому что у меня постоянно разные красивые костюмы. И мы дружим все вместе, и у нас очень хороший коллектив. Я довольна, что я всегда хожу и делаю новые образы. Необычное, фееричное действие привлекает в парк Левенру не только старожилов праздника, но и новичков. Мой первый раз на юбилейный сезон, но сам образ, он уже прижился ко мне за много лет работы как гидом, так и работником музея в старом городе. И я решил сжиться с этим образом. Люди подобные мне всегда нужны этому городу, как было в средние века, как нужно сейчас. И как это было сказано еще в церквях 16 века, в условиях пандемии единственное, что должно объединять людей, это единство и вера. И в условиях пандемии это то, на что должны главным образом обращать внимание люди. Я участвую первый раз. Я давно мечтала попасть. Наверное, три года я пропустила. Я боялась. Я созрела. Снимаю маску перед Вадимом Ансуповым, но снимать сейчас я не могу. Он просто герой, то что он создал этот проект. Дай Бог, много-много лет вперед карнавалов здесь, в Сталине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Перед компетентным жюри стоит непростая задача. Как среди всего этого буйства красок, всего этого фантастического разнообразия и утонченного изящества выбрать лишь лучшего из лучших? Я не первый раз в жюри, но нужно сказать, что это в принципе очень тяжелая задача, потому что очень много красивых костюмов, очень много участников, которые действительно вложили массу труда в создание своих костюмов, в создание масок. И, конечно же, ты видишь, ты замечаешь, хочется всех как-то особо отметить, выделить, но это конкурс, и у конкурса есть свои правила, есть свои критерии, и, конечно же, нужно им следовать, нужно выбирать в каждой номинации победителя и сотрудничать с остальными членами жюри. Поэтому работа тяжелая, работа местами такая неблагодарная, что называется, но, тем не менее, кто-то должен быть в жюри, и, в общем-то, мне кажется, что у нас это неплохо получается. В жюри карнавала всегда присутствуют профессионалы, связанные со стилем, модой, дизайном и красотой. Венецианский карнавал проходит уже в десятый раз, это на самом деле замечательно, и нравится то, что дает тенденцию развития этого карнавала. Самые первые, они были, ну, костюмы были немножечко проще, да и как, костюмы сами по себе были очень интересные, но они были карнавальные, а венецианский карнавал, там есть свои особенности. Должно быть закрыто лицо, маска должна молчать, не должно быть видно ни одного волоска, должны быть прикрыты туфельки, ну и, конечно, соответствие всем критериям венецианского карнавала. И вот на самом деле очень радует, что с каждым годом это становится все интереснее и интереснее, правильнее и правильнее. Ну, правильнее, потому что все-таки венецианский карнавал, хочешь не хочешь, а он вот так. И, конечно, очень радует, что многие участники, они целый год готовятся к этому карнавалу, а учитывая, что раз в два месяца, два года был такой вот перерыв, видим, они готовились три. Это очень здорово, работать в жюри в этом году очень сложно, потому что костюмы необыкновенные, и, ну, я очень надеюсь, что мы придем к общему знаменателю, но это здорово. Здорово, что карнавал живет, живет в любую погоду, живет в любой ситуации, и пусть он живет и развивается дальше. Участников пусть будет как можно больше. Отметим такую особенность традиционного венецианского карнавала. Костюм должен полностью закрывать тело, не оставляя открытым ни одного участка кожи. Обязательны перчатки, головной убор и специальный подмастник, скрывающий шею и волосы. Настоящий венецианский наряд часто богато декорирован. В его оформлении используются стразы, бусины, вышивка, перья. Венецианские маски всегда молчаливы и общаются только с жестами, стараясь оставаться анонимными. Вы никогда не знаете, кто скрывается под карнавальной маской – мужчина или женщина. Молодой или в возрасте, богатый или бедный – таковы традиции и правила венецианского карнавала безмолвных масок. Впрочем, в парке Левенру не все участники карнавала столь ревностно соблюдают кодекс маски. И многие из конкурсантов с удовольствием общаются со зрителями. Ведь после дефиле на сцене маски отправляются гулять по тенистым аллеям парка, где разыгрывают небольшие сценки и позируют фотографом. Ну вот, 10-й раз снимаю венецианский карнавал. О, Господи! Поэтому куча позитивных эмоций. Я как фотограф, погода для меня супер-пупер, солнца нет, фотки будут огонь. Всем хорошего настроения и классного лета! Я хочу сказать, что на фестивале, хотя он 10-й раз, я первый раз. Потому что все время, все субботы я работала. В эту субботу у меня выходной, и я решила как раз, собрала сухимую, решила, что мы придем. Восторгов нет предела. Красивый, ну прямо венеция. Только вот чуть-чуть побольше воды, и мы венеции. Очень красиво, профессионально. Музыка поет, музыка играет замечательно. В голоса у певцов можно заслушаться. Получаешь такой позитивный настрой. Просто хочется самой песни танцевать после этого. Очень красиво, очень здорово. Я была в Венеции два раза, будто там вот и побывала. Здорово. Спасибо огромное. Увидела, во-первых, знакомых очень много. И спасибо огромное Вадиму Анцупуу. Он тут мелькал несколько раз на то, что он вот это все делает, организовывает. Очень большая благодарность, потому что после этих пандемий, которые были, после этого всего ужаса, который был, что мы сидели дома все, сейчас просто праздник души. Карнавал восхитительный. Просто восхитительный. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Помимо карнавального конкурса дефиле зрителей и участников мероприятия, порадовали большой концертной программой артисты Эстонии. Здесь выступали детские коллективы танцевальной студии, театры моды и солисты, исполняющие песни на итальянском языке. Ну, последние три года я этот карнавал посещаю практически регулярно, вместе со своей семьей, сыном. Очень хорошо, что город организует такие мероприятия, которые дают возможность людям провести время отдохнуть, пообщаться и посмотреть на красивые мероприятия, концерты, которые здесь проходят. Очень все замечательно, организованно, уютно. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что развитие этого фестиваля у нас получается очень прекрасно, и такие мероприятия должны проходить в городе, потому что это дает толчок огромным детям. Учитывая, что было два года, у нас не было мероприятий, сейчас очень большое количество участников. Также детки принимают участие, как танцевальные коллективы, также и поют великолепно. И, конечно же, у нас проводится конкурс, где принимают именно дети. Самый маленький участник в этом году – это 10-месячный ребенок. Ну и, конечно, маленьким детям помогают родители, но сами детки обязательно принимают в этом участие. Самый лучший карнавальный детский образ побеждает номер Вейтиану Берон. 611. Лето Игольницына. Дети – это наше будущее. Мы должны им давать возможность развиваться, развиваться и развиваться. Мечта Вадима Анцопова – показать красоту венецианского карнавала в нашем городе – осуществилась. Ведь уже на протяжении 10 лет, чтобы окунуться в карнавальную атмосферу, необязательно ехать в далекую Венецию. Этот необычный праздник дает возможность жителям и гостям нашего города замечательно провести время, сделать красивые фотографии, получить массу впечатлений. Кстати, после возникновения карнавала в Таллине собралась группа энтузиастов карнавального движения, члены которой теперь ездят на карнавал в Венецию, где представляют свои карнавальные наряды и маски мировой публике. Тому человеку, который зародил это мероприятие, который заразил нас, вольных венецианских масок, Венецией, я вызываю на сцену Вадима Анцопова. Мы благодаря ему стали настоящими венецианцами. Это он коварно зародил нас, привил, посыпал блесками, напоил воздухом венецианской лагуны. Мы хотим поздравить его с десятилетием бессменного руководства. Хотим пожелать ему сил, потому что организовать это все стоит больших нервов и труда. Повернись, пожалуйста, сюда. Мы назовем его медалью в 70-летие. Маленькими сувенирами, чтобы он имел силы продолжать эту прекрасную традицию, чтобы наш фестиваль продолжался всегда. Спасибо огромное всем участникам этого карнавала. И не только этого, но и всех, кто в 10 лет приходит и делает свои костюмы. Я хотел выразить огромную благодарность Ниази Гаджиеву, с которого начался наш венецианский карнавал. И первый карнавал мы делали вместе с ним. И уже 9 лет мы делаем этот венецианский карнавал вместе с Ингой Румянцевой, Жанной Нефедевой и шоу Визави. И давайте поблагодарим управу района Кристины и город Таллин, потому что без их финансовой поддержки праздник был бы невозможен. Спасибо огромное. Помимо основных номинаций, авторам самых интересных и ярких костюмов и масок вручаются дипломы и подарки. Спасибо вам большое. Великолепный образ, прекрасное сочетание цветов, а замечательный головной борщ. Все так подобрано. И вот настал волнительный момент. Жюри готовы назвать имена победителей. Авторов, представивших на конкурс 10-го юбилейного карнавала в парке Левенру, самые интересные и яркие образы. Кому же в этом году достанется гран-при карнавала и главный приз – электронный планшет. Гран-при карнавала за лучший карнавальный образ получает участник под номером 5 – Ирина Сирык. КОНЕЦ КОНЕЦ Поздравляю вас, наши дорогие маски! Праздник – это просто даже для нас. Созданный 10 лет назад, сегодня у нас юбилейный праздник. И я думаю, что дамы нашего театра сегодня очень хорошо вписались в образ дамы 18-го века. Даже погода нам улыбается. С утра обещали дождь, ливень, грозу. Но когда увидела погода, наши костюмы, она разулыбалась, и, по-моему, все замечательно. Вот так страсть и любовь к красоте и венецианскому карнавалу одного человека – Вадима Анцупова стала отправной точкой для появления такого яркого, самобытного и доброго праздника, который живет уже 10 лет. Я желаю, чтобы этот фестиваль процветал, чтобы город нам помогал. И огромное спасибо хочу выразить всем, кто помогал всей нашей команде. Также обязательно – это Вадим Белобровцев, спасибо вам. Управа района Кристины, Яну Срибе. Огромное спасибо. Без вашей поддержки это мероприятие не состояло. Но все-таки я думаю, что если нас будут по-прежнему поддерживать, и людям понравится, и сегодняшний 10-й венецианский праздник, то обязательно будет венецианский карнавал номер 11. Что касаемо «Зеленой столицы», то это очень хорошее мероприятие. Я думаю, что можно придумать какую-то вот тоже акцию, которая будет поддерживать «Зеленое движение». Ведь у нас Таллинн на самом деле очень «Зеленый город». И я думаю, что все карты в руки Таллину, чтобы стать «Зеленой столицей» и быть более дружелюбной к экологии. Спасибо организаторам фестиваля Инге Румянцевой, Жанне Нефедевой и Вадиму Анцопову и, конечно же, всем артистам и участникам карнавального конкурса «Дефиле» за этот замечательный праздник. Карнавал 2022 года завершен. Встретимся с вами на венецианском карнавале в Таллине в 2023 году.